Просто я собирала по крупицам Ева в восторге от этой кружечки Как раз для тех хозяюшек, которые Бывает, забывают о существовании живых цветов у тебя в квартире И что произошло? Они закончились Я купила все Боже мой, мне это нужно? Я реально дозвонилась до производителя Это какой-то маленький городок Куплю, блин, такая махина будет По-любому не будет пользоваться Что делает свет? Это невероятно Ну, это создавало какую-то, да, живость Несмотря на то, что она не живая Окей, привет, красотка Это видео о моих покупках для дома Это будет такой большой выпуск, я чувствую Потому что я насчитала минимум 30 вещей 30 покупок, которыми я хотела бы с вами поделиться Это действительно вот любовь Просто я собирала по крупицам И постоянно вижу от вас вопросы В других социальных сетях Откуда это, что вот это, где взяла, как используешь И я решила сделать такое большое видео Последнее такое видео выходило у меня год назад Накопилось очень много всего Собственно, мы в этой квартире уже живем Да, год, полтора Ну, с учетом наших разъездов По-настоящему, все-таки мы живем здесь где-то год Я постараюсь оставить все ссылки, артикулы Все, что я сегодня покажу Чтобы у вас была возможность, конечно, это приобрести Иначе какой смысл просто так показывать Все вы найдете в описании Если что, это не реклама Все лично рекомендация Я сейчас сижу, знаете, как у меня магазин на диване Реально, вот вокруг меня миллион вещей С чего начать? С чего начать? У меня есть список Конечно же, куда я без списка? Кстати, если хотите больше подобных рекомендаций Больше в целом рекомендаций в моменте, так сказать То обязательно подписывайтесь на мой телеграм У меня там есть целая рубрика Я делюсь периодически пятью, десятью Там последними своими заказами с ВБ, например Или с Азона Чтобы год не ждать здесь на ютубе Погнали! Первое, что я хочу вам показать Это такие удобные и очень минималистичные Скорее всего, это слово вы будете сегодня слышать миллион раз Приготовьтесь, пожалуйста Подставочки под украшения Мини-пиалушки Разные самые есть варианты Я выбрала две Одну в форме сердечка Одну в форме такого лотоса цветка Для меня это было, знаете, ничуть не лишний товар Просто иногда бывает такое, типа Эти мемчики, знаете, когда женщины закупаются Реально, типа, нужными вещами Но серьезно, это нужная вещь Почему? Потому что положив вот такую подставочку, например На свою прикроватную тумбочку Я понимаю, что у моих украшений, которые я забыла снять, например, в ванной Или на своем туалетном столике У моих украшений будет отдельное место Это значит, что они не потеряются Что будет у них вот, да, зона Это будет симпатично смотреться, довольно аккуратно И у них еще удобная такая наклейка пробковая есть Это значит, что любая поверхность не царапается И сердечко Такую же, ну, немного другую подставочку Я купила для ванной комнаты Потому что перед душем я снимаю И вот как раз-таки, если я там не сняла, сниму здесь Короче, для меня вау И очень такие они маленькие, миленькие, аккуратные Вторая моя находка, это коврик в прихожую Я прямо здесь его не буду показывать Сейчас будут, скорее всего, здесь кадры с нашей прихожей Он нам идеально подошел по размеру и по функционалу Он минималистичный, да, снова Я долго на самом деле боролась с желанием иметь коврик И желанием иметь отсутствие лишних вещей у нас в прихожей Но все-таки зимой Особенно вот когда у нас был сейчас период слякоти Когда ты приходишь с мокрыми ногами Вот это все оставляет следы Без него никак Он очень удобный, что у него формы соты И вся вода, собственно, туда вот утопает Его очень легко мыть, просто под струей душа И, ну, собственно, бюджетный Как бы не то, что это было единственным у критерий И у него в комплекте есть крепление Благодаря которым вы его установите вот в одной локации И он не будет шевелиться, ездить туда-сюда Будет просто на одном месте Мне кажется, очень классный Следующая находка – это вот такая красивая и минималистичная фоторамка В которую я поместила фотографию с нашей последней съемки Мне конкретно нужна была такая рамка для наших открытых полок Вы помните наверняка, кто смотрел Room Tour, что у нас очень много закрытых шкафов в гостиной Которые выполняют роль хранения, роль такой кладовки незаметной Но у нас там есть открытые полки, которые создают воздух, создают такое пространство И на эти полки я периодически что-то нахожу, что мне сейчас больше по душе В основном там все стоит статично, то, что я уже нашла и мне прям очень нравится Но не хватало, знаете, как раз на этих полках не хватало нас Ну вот, то есть, вообще, кто здесь живет? То есть, каких-то фотографий, но мне не хотелось это делать Какой-то коллаж фотографий, там, знаете, подпись еще Love Хотелось минималистичную фотографию, где есть мы и в нашем новом составе Ну, то есть, вчетвером И можем менять со временем, да, эту фотографию по мере роста Миры Как минимум, роста Ева, они будут меняться И в цвете тоже нам очень подходящем У нас как раз есть золотые оттенки в люстре Короче, очень мне нравится И сюда можно, кстати, любого формата поставить фотографию Можно прямо не оставляя вот этих пустых зон Можно меньше, вот как я сделаю Ну, в общем, на вкус и цвет Следующая вещь, я считаю, должна быть в каждом доме Если вы сейчас не узнали по тем предметам, которые я держу в руках Наверное, для вас это будет находка Это вакуумные пакеты, девочки Вакуумные пакеты бывают самых разных размеров Для того, чтобы хранить вещи более компактно Как это происходит? Вы сюда складываете нужные вам вещи Точнее, ненужные, скорее всего, вам вещи Раз вы их сюда складываете Ну, то есть, например, сезонные вещи Чтобы у вас все время в шкафу не лежали те вещи Которые вы не носите И вы их можете на сезон убирать Убирать из них воздух И они очень мало места будут занимать И потом, когда там снова лето, например, наступает Вы их достаете, открываете, убираете Наоборот, зимние вещи Я так поступаю с вещами, которые малы Мире, малы Еве И вещи, интересно, что вещи, которые малы Еве Мы такие на передержку, получается, кладем У нас в деревне есть склад, можно так сказать И мы там их все храним Подписываем по месяцам, по годам, по размерам Чтобы потом Мире спокойно мы могли взять эти вещи и использовать А вот то, что мало уже Мире, мы еще дальше убираем Потому что до третьего ребенка нам еще как до Китая Даже если запланируем не раньше, чем через три года И поэтому эти вещи как бы вообще супер дальний ящик Мы их даже дома не храним вообще никак А часть вещей таких мы храним в нашей кровати У нас кровать, да, зона хранения Она поднимается, здесь очень много места И, например, свои зимние вещи некоторые, которые очень объемные Я убираю сюда И это, ну, вау, находка на самом деле Некоторые вещи, тут прописано, все нельзя убирать в вакуум Потому что они будут так мяться, что ты их никогда не выгладишь Но это редко, очень редкие вещи Короче, для меня это находка невероятная Вы вот этим насосиком, вот этот насос идет там в комплекте Им откачиваете воздух как раз, закрываете Все потрясающе, очень удобно и понятно Вот такая прекрасная кружка Тоже попала в список моих находок Потому что она невероятно красивая Если честно, я люблю вещи, которые эстетичные Знаете, на них смотришь, из нее вот приятно выпить чашечку кофе Я сразу же, знаете, уже у меня глаз наметан Понимаю, что кофе как раз-таки вот мой вариант Отсюда не выпить, потому что я пью из дриппакетов А чтобы пить из дриппакета, стакан должен быть достаточно высокий Но, если убрать вот эту душнильную мою часть Окей, чай можно отсюда попить, без проблем Ева в восторге от этой кружечки От этой, точнее, чайной пары Она такая, знаете, прям вот зефирка Если придет гость, можно налить так вот Красивенько от печенечка попить У меня такой посуды, скажу честно, не очень много То есть у меня чаще всего посуда очень мемористичная Такая простая Но есть вот особенная посуда, в которой красиво что-то определенное подать И прям вот глаз радуется Так что... Следующая вещь я тоже не могу сейчас здесь показать Но появится сейчас видео вставки Это очень красивая Да, можно сказать про эту вещь именно красивая Сушилка для дома И мне очень не хотелось вообще сушилку Предыстория такая Мы когда планировали квартиру Когда мы выбирали различную технику бытовую в том числе Мы решили, что купим стиральную машину-сушку Благодаря которой у нас не будет необходимости Ставить вот эту вот, знаете, сушку Которая там вот так раскладывается Занимает кучу пространства Все это ужасно Мне не нравится На ней еще складируется другое какое-то белье И все это мне не нравится, короче говоря Со временем использования этой сушки Мы поняли, что какая-то одежда там не может сушиться То есть она портится Она садится Она теряет свой внешний вид И, ну то есть в любом случае, где-то нужно сушить белье И тогда я начала искать красивую эстетичную сушилку И нашла вот такую Она занимает немного пространства Она действительно выглядит даже вот красиво Ну то есть просто она такая интересная форма И очень много туда помещается белья Правда, ну то есть достаточно для нашей семьи То есть мы до сих пор что-то сушим Например, мы всегда сушим постельное белье в сушилке Я имею в виду в барабанной сушилке Большинство на самом деле вещей каких-то хлопковых тоже туда Но вот что-то, что как минимум надо нам быстрее получить Например, 30 минут постирать и высушить Вот так вот Намного быстрее ты получаешь эту вещь Чем ставить на ночь Сушить получается 7 часов Ты получишь эту вещь только на утро в сушилке Следующая вещь это вот такой милейший проектор Очень красивый проектор Звездное небо Он на самом деле как-то еще круто настраивается Что ты можешь подсоединить сюда Алису И музыку воспроизводить тебе нужную Но мне просто очень нравится залипать по вечерам Это когда прикрываешь окна, потемки И ты включаешь его в детской Просто какая-то сказка Вот серьезно Что делает свет? Это невероятно Очень красивый Но, кстати, он довольно дорогой 7200 вот сейчас у меня пишет Не знаю, я покупала по этой цене или нет Просто я знаю, что есть проекторы, которые Космонавт Вот Космонавт есть какой-то очень популярный проектор Но он бюджетнее И он не такой эффективный То есть он светит Но он не такой яркий Не такой насыщенный Мне этот безумно понравился Еще одна кухонная Милейшая утварь Это вот такая вафельница Посмотрите, какая она маленькая И в ней сразу же несколько плюсов Несколько минусов Плюс в том, что она безумно компактная То есть обычно вафельницы Тебе нужно под них столько места Ты думаешь, господи, да зачем мне эти вафельницы Лучше схожу один раз куда-нибудь в кафе Поем там вафли И мне достаточно будет А с другой стороны Иногда все-таки хочется Сделать тесто В выходной не торопиться никуда И пожарить спокойно вафелек Это прекрасно тем, что Она действительно вот подходит Для одного человека Окей Для одного человека Приготовить вместе с ребенком Например, тоже ему интересно Самому налить Это все такое вот маленькое Компактное Оно как будто и правда игрушечное При этом запекается быстро Точно так же, как обычное Нормальное Точно мощное Но, конечно, нужно ждать То есть нужно ждать Если втрое хотят поесть И ты каждому по одной вафельки делаешь Но это такой момент То есть это не на поток Ты ставишь Это скорее, знаете, романтику Вот сделать Заварить себе кофеечек Или какао И по одной вафельке Вот сделать Одному собственно человеку Но мне все равно она понравилась Я решила ею поделиться Следующая вещь Это самоклеющийся крючок Для чего мы его используем? В прошлом видео подобном Где я обозревала Разные покупки для дома Я делилась с вами Таким органайзером Для раковины Где удобно располагать Губку Мочалку Там все, что вам нужно Для раковины Чтобы это было Красиво спрятано внутри И ты не видел Вот этих всех тряпок Когда просто смотришь Вот на свою раковину На свою кухню Чтобы это все было Красиво спрятано Мы действительно пользовались Этой штуковиной год Все окей Кроме того, что Все-таки там Образуется лишняя влага И в поддоне Конечно, все это скапливается Но в самом поддоне Видимо, там, я не знаю Ты три дня не выливаешь Вот эту штуку Она сама все равно Недостаточно хорошо выливается Образуется плесень Мне, конечно, это все Сильно не нравится Я все это сразу Отскребла Убрала И мы купили Вот такие простые Крючки Которые Абсолютно точно Не будут задерживать влагу Они точно так же Скрывают все Вот это все Что нужно скрыть И потрясающе Держат губку И тряпочку Сразу же Близко к этому Губки и тряпочки Покажу вам сразу же Какие у нас они Мы покупаем Вот такие серые тряпки Чтобы тоже не было Вот этого визуального шума Красная, розовая, синяя тряпочка Фиолетовая губка Вот у нас черная губка И серые тряпки Мне безумно нравится Еще и под стиль нашей кухни То есть у нас все такое Мраморное, белое на кухне И очень красиво смотрится Сразу же закупила Миллион штук Это ВБ Почти все, что я обозреваю На самом деле это ВБ Следующая вещь Вероятно подойдет Ну не всем Не всем это надо Но мне понравилось Это органайзер для очков И сейчас здесь лежит Не так много очков Потому что часть у нас В нашей тревел зоне Там где у нас все Для путешествий Но вообще суть такого органайзера В том, чтобы вы наглядно Перед выходом, например У вас там в прихожей Где-то расположили И все на своем месте Лежит То есть здесь Ничего не теряется Не где-то там очки Вы положили на полку На стул И не заметили Забыли, где оно вообще все лежит А все вот такое наглядно Очень она эстетично смотрится Как по мне Минималистично В дереве выполнено В общем, мне понравилось Габаритное Габаритное Будет у нас Мне кажется Такие тазы И ведра Есть уже у всех Но они действительно Очень крутые Они занимают Безумно мало пространства Но невероятно вместительные То есть Вот это у меня 27 литров И ого-го То есть Когда что-то нужно Не замочить Когда Ну вообще Ну вы понимаете Тазы Они всегда нужны Дома в любом случае И они занимают Очень мало пространства Офигенно Еще такие есть ведра У нас приходит женщина Раз в неделю Клининг Наша клинер Приносит свое ведро В любом случае Почему-то она не пользуется Нашими тазами Хотя я и показывала И у нее в общем-то Очень такая же форма Есть именно ведра А это второй тазик Он более маленький Например, когда Что-то небольшое Нужно замочить И все это Очень компактно хранится Посмотрите Красота Ой, с этой банкой У меня вообще Отдельная любовь И отдельная история На самом деле Я искала Одинаковые банки Для хранения Сыпучих продуктов И вообще Для хранения Всего Что мы используем Вот каждый день То, что будет храниться У плиты Такая, знаете, бакалея То есть крупы Мука И чтобы все это Было в одном, конечно же Стиле И я искала Собственно По высоте Чтобы нам подходили Нашла, значит Эти банки Они идеально подходили Я сразу же заказала Там 8 штук И подписала их То есть Мы открываем Когда ящик Очень удобно Там варим кашу Или макароны И у нас Прямо вот все Оно на виду Да И все наглядно Раньше у нас там пакеты Лежали Ну как только мы заехали Не было еще Вот этой организации И что произошло Они закончились Я купила все То есть А мне нужно было 16 штук По-моему Чтобы сделать Вот равное количество Чтобы все Заполонить Весь этот ящик Да И чтобы использовать Для каждой там Крупы Для каждого наименования Я давала искать Именно этого производителя Именно по всем Другим сайтам На озоне В итоге Я реально Дозвонилась До производителя Это какой-то маленький городок Конкретно До них дозвонилась Купила там Оптом Еще сколько Мне не хватало штук Они мне отправили И они даже там закончились Не знаю Сейчас они где-то есть Или нет Но на самом деле Тут даже больше Суть не в том Что конкретно Эти банки Да Нужны А наверное Просто Потому что Мне-то они Нужны были Именно под мой размер Поэтому я за ними гналась Мне вот такие были Слишком низкие Потому что Ну зачем Использовать полезное пространство Неправильно Да Вот полезное пространство У нас было вот такое То есть ровно Чтобы ящик открылся И ничего не шоркало Но при этом И не было лишнего пространства Зачем Мне нужна была именно такая высота Ну мне кажется Про диспенсер для мыла Уже знают все Это невероятно удобная штука Прямо сейчас я ее отключила Надеюсь она не сработает Да Это сенсорный дозатор мыла Когда ты вот так подносишь Тебе выдавливается Очень удобное И красивое И компактное Количество пенки И ты моешь руки Таким образом То есть у нас вот нет Уже очень давно Этих кусковых мыл На раковине Которые знаете Оставляют следы И потом этот маленький Микро кусочек остается Ты думаешь Боже его выбросить Но можно еще измылить Ну короче Я все это не очень люблю И вообще В целом Мне не сильно нравится Мысль Что кто-то моет Этим мылом Свои руки И потом этим же мылом Мою свои руки Грязные я Окей Когда это в формате Там членов семьи Но в каком-то месте Например в кафе Вот когда такие лежат Мне вот прямо еще Не хочется трогать это мыло Хотя я понимаю Что скорее всего Оно уже дезинфицирующее То есть Наверное С мыла на мыло Не переносится ничего Потому что оно Само по себе дезинфицирующее Но короче Мне все равно Больше нравится Знаете Одноразовость Гигиеничность Какая-то в этом плане И здесь Это кстати очень круто То есть Порция пенки Лично твоя Каждый раз Очень удобно этим пользоваться Возможно я сейчас его включила Это кстати Ксиоми по-моему Да? Нет Это Это симпл вей Это не Ксиоми Следующая вещь Которую я купила нам В ванную комнату Это вот такое ведро Оно очень красивое Как по мне Выглядит супер Тоже минималистично И оно вроде И не открытое Знаете Когда ты видишь Там каждую бумажку Но и не закрытое То есть тебе не нужно Делать лишнее действие Его там открывать крышку Или что-то там бросать Надавливать В чем его на самом деле Прикол В том что Это вот такое ведро Обычное да То есть оно какое-то двойное И сверху вот так накрыто Оно создает Вот такую форму интересную Ну короче Очень интересно Я однажды В каком-то римсе увидела Такая Боже мой Мне это нужно Притом он стоил вообще У меня здесь цена сейчас не написана Он стоил реально дорого для горшка Ой Это не горшок Это ведро То есть просто что Это по сути два ведра По 200 рублей А он стоил там полторы тысячи Или две даже Но мне так он понравился Получается смотрите Какая система Я мешок надеваю Именно черный мешок На это ведро И тогда мешок не виден То есть не видно Что это какой-то белый мешок Да он не смотрится сверху И ты смотришь Так вот Очень даже эстетично выглядит В нашу ванную комнату Стало идеально И следующее у нас Это вот такой бокс-короб Для хранения самых разных вещей Я их использую в гостевом туалете И у себя в гардеробной Для того чтобы как раз таки Скрыть то что внутри Но при этом У каждой коробки У каждого вида товара Есть своя зона Это очень удобно Я прям нарисовала табличку Чтобы всем было все понятно Что где мы храним И издалека это выглядит Очень эстетично Что там все спрятано А внутри там например Миллион зубных паст Нам на год вперед Или ну в целом Все что связано с зубами У нас вот так вот хранится В гостевом туалете Или косметички Которые нам в дороге Всегда нужны Для путешествий Например Или постельное белье Ну короче Очень классная штука Я не знаю сколько у нас их Может быть штук 18 По дому В разных местах Мы их все на самом деле Используем без крышки Вот таким образом Почему? Потому что нужен Быстрый доступ Легкий Ну а вам я показываю Сейчас с крышечкой Ну лишнее действие Тоже совершать не хочется В целом он и так Довольно эстетично выглядит Без крышки Этот короб Следующий у нас Это тоже кухня Кухня И об этом наборе Знаете вот Я прям без ожиданий Когда я его покупала На ВБ заказывала Я почему-то думала Что ну он скорее всего Будет не так классно Использоваться И не так хорошо выглядеть Как это выглядело на картинке Но нет Он вообще оправдал Максимально мои ожидания Здесь у нас 18 предметов Часть у меня еще лежит там Я решила все не брать Просто хотела вам показать Как это вообще выглядит Я все равно Несмотря на вот эстетику Да Хорошо в целом выглядит Можно поставить на поверхности Какие-то на стол Но я спрятала его все-таки в шкаф Просто потому что Есть там место Он входит по высоте Почему бы нет Мы все равно не прям каждый день Всем этим пользуемся Мне очень понравилась что Возможность мыть в посудомоечной машине Для меня это было самое важное То что со временем Вообще ничего не изменилось Цвет не потерялся То есть он такой же в целом красивый Мне для съемки видеофото Нужно было вот Что-то такое Ну просто чтобы поварешки Смотрелись красиво Тоже там не оранжевую какую-нибудь достать А вот что-нибудь такое минималистичное А все здесь Вот эти вот приборы Хороши Кроме Толкучки Толкушки Для пюре Она вообще очень плохо работает То есть прям сразу же хочу сказать Можете на нее не надеяться А так все остальное Лопаточки Всякие дурш Вот эти вот поварешечки Всякие штуки остальные Все отлично Работают Справляются Служат мне верой и правдой уже год Следующая вещь Это корзина для белья И чем она уникальна Тем что она узкая и высокая Конечно уникальна она Именно Наверное в нашем случае Потому что конкретно Я под наш случай искала Но возможно кто-то из вас тоже Именно такие ищет Мне очень понравилось Что они еще и по цветам зонируют То есть вот у нас зона Для стирки Как раз идеально подошла Чтобы туда встало Два вот этих контейнера Две эти корзины Белая и черная И для нас это очень визуально Легкое разделение Для всех на самом деле Взрослых Да И не только для взрослых В том числе для Евы Я имею ввиду Что любой кто у нас дома Легко в стирку кинет Попадет в нужный цвет Потому что ты смотришь Что вещь Она белая Вот она черная Еще у нас третий Есть контейнер для цветного белья Но я их не покажу сейчас Ну типа это обычная корзина В общем мне понравилось Что они высокие То есть поместится туда много И узкие Прям очень классно Следующие две штуки Это вот такие интерьерные вещички Они абсолютно никакой роли Не играют Кроме когда Вот быть интерьерными вещичками И они как раз Мне нужны были для полок Вот этих открытых Потому что они довольно высокие Мне как раз нужны были такие Но абы что туда не попадает Я вам скажу На эти привилегированные полочки Потому что все-таки Я вот смотрю на вещь И понимаю Она реально красивая Она что-то передает Вот какой-то смысл для меня Например Это рука про то Что в каждом из нас Есть какой-то высший разум Мы Ну не знаю В общем Как-то знаете Здесь очень она Про духовность что ли Про какое-то ясновидение Как будто Луна Солнце Короче для меня это вообще Очень даже про йогу И вот эта штука Она очень красивая Но она меньше для меня Что-то значит Наверное напоминает Какую-то ракушку Но что-то очень гармоничное В целом для меня Вот так она выглядит И очень хорошо Они между собой Сочетаются у нас На полочках Следующая вещичка Это вот такой дяденька Для очков Для Денисовых очков Он у нас хранится В ванной комнате И как раз Денис всегда и хранит Эти очки на нем До вечера Пока не снимает свои линзы Надевает очки И получается Вечером дяденька Без очков Ну короче это просто Место для хранения очков Тоже знаете Если бы у нас была Куча открытых полок И много Какого-то визуального шума Я бы вообще не заморачивалась И не покупала бы Лишние такие вещи А у нас наоборот То есть так как мы Ремонтом да Нашим сделали Очень много закрытого пространства На открытой полке Хотелось расположить Что-то и функциональное И красивое И вот такая вот штука Мне кажется очень даже То есть когда все В остальном закрыто Минимализм На открытой полке Стоит вот такой дяденька Держит очки Выполняет две функции И визуальную И функциональную Функциональную функцию Нельзя выполнять Ну короче Держательную Это маленькая мусорка Которую я использую Около своего Туалетного столика Потому что там Каждый день Ватные палочки Ватные диски Какая-нибудь еще Всячина Да И хотелось Чтобы что-то было Маленькое Тоже эстетичное Посмотрите Какая это мусорка Такая вот Малюченькая Занимает Немного пространства И очень хорошо Вписывается Размеры у нее были Идеальные В общем У нас на самом деле Много мусорок Довольно таки То есть в разных зонах Там у пеленального столика Своя мусорка У туалетного столика Своя мусорка В гостевом Нет, в гостевом Кстати, в туалете нет А там и не нужно Вот, например, в ванной комнате Нужна В туалете, понятное дело И отдельно У нас еще есть полка Ящик для разделения мусора То есть бумага отдельно Пластик отдельно Эта штука Не знаю, насколько Это для дома Не для дома Я покупала не для дома Но может кто-то будет Использовать для дома На самом деле Такая дешманская вещь Но мне Она вот конкретно Она мне и нужна была В общем Суть в том, что Я хочу переносить Перевозить свои украшения Которые я беру В путешествия Очень компактно Знаете, есть такие еще Разные органайзеры Которые ты прям вот так Раскрываешь И там очень много места Для подвесок Твоих сережек Но я не знаю Насколько мне нужно Куда-то уехать Чтобы взять с собой Вот все Но чаще всего Когда я езжу В какое-то путешествие Мне нужно буквально Там 2-3 цепочки 3-4 пары сережек Какие-то кольца Ну в общем Очень минимальный набор И для меня Как раз этот органайзер Просто идеально По размеру По компактности Для вот этой цели Но кто-то может быть Будет дома так хранить Вот мне очень понравилось А как раз таки Для домашнего хранения Своих украшений Я приобрела Вот такие штуки И как же они мне нравятся Они такие дешевые Девочки Это что-то Но нравятся они мне Не потому что они дешевые Там Я не знаю 200 рублей Они стоили реально Шок Очень красиво Разделяет Очень все наглядно видно Раньше у меня была Одна золотая шкатулка Но в ней все подряд То есть Все эти сережки Я там тысячу лет Могла искать пару То есть Для меня Очень важно Чтобы я быстро Нашла то Что мне нужно Это важно для меня При сборах Просто в жизни То есть Я люблю какой-то Знаете Порядок Наглядность Это видно Наверное По мне уже И я Наверное Немножко душню В этом видео Особенно Но в общем-то В вопросе украшений То же самое И как по мне Это идеально Я положила их В свой туалетный столик В первый ящик Немножечко Подвинула там Косметику И в итоге Они у меня идеально Поместились Я очень довольна Следующая вещь Это прям для меня Чудо вещь Я именно ее искала Очень долго И попросила маму мою Ну она мне просто сказала Слушай, не знаю Что подарить тебе На Новый год Я говорю Мам Слушай, я ищу Гигрометр Термометр Это вещь Которая показывает Влажность воздуха И температуру воздуха Потому что Мы здесь с миром спим Потому что Мне интересно Наблюдать за тем Как работает увлажнитель Я люблю в целом Как бы Понимать При какой температуре Мы там спим Потому что Для меня вот Комфортно 22 По ощущениям Иногда Я просто посмотрю И пойму Что мне надо сделать Приоткрыть окно Или нет Чтобы короче Меньше было каких-то Вопросов Запар перед сном Особенно И мама нашла Не просто Гигрометр Термометр А это еще И часы И очень минималистичны Посмотрите Какая красота Они идеально У меня стоят На прикроватной тумбочке Это Xiaomi Выполняют Три роли Получается Показывают Время Показывают Температуру И показывают Влажность воздуха Вот прямо сейчас У нас 44 градуса Вот А вот Нет Градусов у нас 23 Прямо сейчас у нас 40 градусов Почему градусов Саша Пожалуйста Соберись 40% Влажности Девочки Влажности Это очень хороший Показатель Рядом Смайлик Если бы смайлика Не было Значит было бы Что-то плохо Короче Он очень минималистично Смотрится Вот на этой полочке О кстати Посмотрела на эту полочку Можно как раз Про них рассказать Это подсвечники Буквально сегодня Они пришли И доставил их курьер Невероятной красоты Как по мне У нас еще У нас еще В дизайне квартиры Очень много Дерево Вот такого Как раз Светлого И я их планирую Поставить на кухню Прямо на стол Либо если там Не приживутся То тогда на полочке Но конечно Тогда на наши Открытые полочки Тогда их зажигать Нельзя будет Эти свечи Потому что иначе Как бы очень Высокий риск Возгорания Всего Там дерево И все такое Но Так вот просто Посмотрите Как они красиво Смотрятся Невероятно Мне очень нравится Вот эти вот свечки Белые Обычно я купила В Кюхенлан И подсвечники Они шли парой Двигаемся дальше Очень красивая вещь Сейчас будет Очень красивая Девочки Посмотрите на это Изящество Это же просто Вау Это двойная ваза Она знаете Немножко вот Когда друг от друга Соприкасается Неприятно вот так вот Скрежет такое Слушайте Просто потому что Вот эта поверхность Она шершавенькая То есть вот Глина это Или керамика Не знаю Или одно Это одно и то же Или нет В общем Вот это вот Этот материал Он шершавый И при соприкосновении Друг с другом Он шебуршит Но Когда он стоит на полке Он не соприкасается И абсолютно никак Для меня это Ну как бы Никой роли не играет Посмотрите Как красиво выглядит То есть Вот по отдельности Это выглядит вот так Можно в принципе По отдельности хранить Но мне нравится Именно вместе И мне нравится В эту поставить Что-то Да Какой-то сухоцветик Цветочек А в эту нет Очень тоже красиво Вот как раз Они у нас стоят На Открытых наших полках Также из недавних Наших покупок Это стол для Евы Такой многофункциональный Стол Я очень долго думала Стоит ли Не стоит ли Вообще у нас в планах Немножко переделать детскую Просто потому что Ева растет Она развивается У нее другие уже потребности И ей нужно немножко Там больше зоны Для творчества Больше зоны Именно вот таких С открытыми полками И вот этот стол Как раз таки Играет роль Вот первой парты Это растущий стол У него ножки Откручиваются Выкручиваются И ты можешь его поднимать Да таким образом На нужную высоту И в чем его прикол В том что внутри У тебя локация Для игры с песком Но не обязательно С песком На самом деле Хоть чем С какими-то мелкими крупами Там развивать мелкую моторику Вот это вот все Он еще и светится То есть его можно Подключить к розетке И его вот фон И вот это стекло На котором располагается песок Цветится разным цветом Сама вот эта парта Сама столешница Переворачивается И она является Крифельной То есть там мелом Можно на ней рисовать Это очень классно Я смотрела Смотрела на него Думала Ну вот как будто Знаете Обычно вещи Которые играют Сразу несколько ролей Они обычно Менее качественные Мне казалось Что ну вот куплю Блин Такая махина будет По-любому Не будет пользоваться Нет Очень круто Пользуется Нравится И мне кажется Даже если ей не захочется В песок больше играть Там никогда Окей Просто будет парта Это просто нормальный Обычный белый стол Ну то есть Мне очень нравится Следующая вещь Это диффузор Это вещь О которой вы спрашивали меня Миллион примерно раз И это не ВБ Сразу скажу Это Young Living Это диффузор Для эфирных масел Которые Знаете Бывают просто диффузоры Точнее Это такие увлажнители воздуха Маленькие И они не подходят Для эфирных масел Для распространения масла По пространству А это конкретно Конечно подходит Он для этого И создан Во-первых Он невероятной формы Невероятной красоты Это дерево Со стеклом Еще такой формы Очень красивой Во-вторых Он имеет подсветку Ты пультиком можешь Там все поуправлять И он может Цветиться разным светом Он играет музыку Очень спокойную Расслабляющую Как будто тебя погружают В атмосферу Какого-то спа В Таиланде Я обожаю его включать Ну и конечно же Справляется со своей ролью Потрясающе Он увлажняет воздух Не сильно Но распространяет Аромат Невероятно Еще это все паром Сопровождается Так красиво Знаете Визуально Очень здорово И это должно было Знаете Все привести к тому Что должно быть Но Частица но Но Ян Кливинг ушел Из России Получается два года назад Да И его можно найти Только у перекупщиков Скорее всего Или возможно Кто-то выставляет Его там на ВБ Но не знаю Насколько это поделка Не поделка То есть у меня Конкретно Ян Кливинг И я его купила Кстати в то время Когда Ян Кливинг Уже ушел из России Я нашла на Авито Перекупила у девушки Из Москвы Невероятно Довольно Очень Он красивый Играет свою роль Потрясающе Следующая вещь Это такая интерьерная Салфетница Которая скрывает Убогую Упаковку Салфеток И для меня Это очень нужная вещь Потому что Сейчас салфетки Расходуются довольно часто Да С маленьким ребенком У нас есть Несколько локаций Локация Около моей кровати Локация В гостиной Локация У Евы Классно Что влажные салфетки Там не высыхают То есть там есть такая Прорезиненная штучка Которая позволяет Салфеткам Очень долго Оставаться влажными И Очень красиво работает Очень красиво выглядит То есть такая Знаете Коробочка Какая-то шкатулочка Но у тебя там салфетки А не какие-нибудь Зелено-красно-белые пачки Ну то есть Для меня Вроде это лишний товар Да Но он не занимает Лишнее пространство То есть у тебя бы так Лежали здесь салфетки Они просто лежат В другой упаковке Более красивой Да Но выглядит это Очень эстетично Согласитесь Еще одна Очень удобная вещь Оказалась Для нашего дома Которая зонирует Игрушки В разных локациях По дому Я купила такие две Одна Висит на нашей кроватке Это вот такая корзинка Которая цепляется Здесь за пуговки И ты сюда кладешь Разные мелочи У каждого Да Это будет свое Мы Всякие игрушечки Погремушечки Вот это знаете Очень много Мелких вещей С ребенком Минимализм Это такое себе Конечно Чисто Ну у меня глаз дергается Иногда конечно Это невозможно То есть ты ему не сделаешь Черно-белые игрушки Да Ему же нужно видеть Разные цвета Разные фактуры И понятное дело Что от меня просто зависит Как я к этому буду Во-первых относиться Да И как я это смогу Зонировать для себя Например Чтобы это просто Не разбросано валялось А вот например В такой корзинке У нас одна такая висит На кроватке детской А вторая В локации кухни Где стульчик И тоже там чем-то развлекать Да Где-то игрушечки хранить Очень удобно Мне кажется Она везде расположится То есть можно Хоть куда прикрепить Вот эти две петельки И такая вот Красивая вязка Как по мне Тоже минималистичный цвет Бывают там самые разные Тоже оставлю для вас В описании Ну и последнее Но не по значению Девочки Чем я хочу поделиться С вами в этом видео Это вот этим Прекрасным цветком Который между прочим Не живой Именно поэтому Хочу им поделиться Потому что В этом его особенность Это стабилизированный цветок Как раз для тех Хозяюшек Которые Бывает Забывают О существовании Живых цветов У тебя в квартире У меня три раза Умирали цветы И это очень печально Я не могу Больше это выдерживать И либо мне нужны цветы Которые стоят Месяц без меня Как я понимаю Это только кактусы Но на самом деле Есть один цветок Сюда напишу название Вот хочу его приобрести Вроде его нужно поливать Там раз в три недели Такое для меня подойдет Окей Но это стабилизированный цветок То есть это пальма Он был когда-то настоящим По сути это чучело В мире растений Не знаю Печально ли вам это осознавать Моя мама Как любительница растений Цветов Всего-всего Она просто на это Когда посмотрела Она такая издевательство Какое-то Вы с ума сойти В общем его Почему я держу эту указку В общем его стабилизировали Для того Чтобы он всегда был таким Но на самом деле Со временем Он даже немножко Начал желтеть Но уже вот прошло Больше года Там или сколько Я его не поливаю Он просто у меня стоит Уже даже на балконе Стоял в минус 35 Ему ничего не происходит И он даже наоборот Более естественно Выглядит Когда у него Немножечко пожелтели Кончики Некоторых листьев В целом Я покупала пальму Для того чтобы Ну это создавало Какую-то да Живость Несмотря на то Что она не живая Окей Создавала атмосферу Живой Природы У меня В квартире Также на фон Да То есть вот он сейчас Играет потрясающую роль Для меня И я искала еще Несколько цветов Более больших Более высоких Мне хотелось Но пока я не находила Чтобы они смотрелись Именно эстетично Смотрелись вот Правдоподобно Вот он смотрится Очень правдоподобно Я постараюсь вам найти Сайт Где я его заказывала Конкретно Это пальма Но он стоил 1030 То есть это прямо Знаете Ты покупаешь И на 5-7-20 лет Я не знаю Сколько у тебя есть цветок Как по мне Ну для меня Вложение было окей Хорошее Потому что Действительно Я его использую Вот для таких целей Ну что красотки Вроде это все Напишите обязательно В комментариях Как вам вообще Такое видео Как вам такой формат Когда вот прям Много-много-много товаров И я все это обозреваю Реально Как магазин на диване Сегодня себя именно так почувствовала Делитесь вашими находками Также в комментариях Оставляйте Я буду очень рада Потому что Мне прям нравится Находить именно Знаете Полезные вещи для дома Какая-то вещь Которая действительно Решает какую-то твою проблему Берет на себя Какой-то нужный функционал Я вот такое люблю Надеюсь, что для вас Видео было полезно Возможно для себя Что-то открыли Обязательно напишите Об этом в комментариях И оставляю здесь Свои соцсети И жду вас там Пока Субтитры сделал DimaTorzok